Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас будет парфюмерное видео. Осенние ароматы. Все снимают, в общем-то, да, про осенние ароматы. Я уже давненько не снимала такого рода видео, хотя раньше я любила такие тематические подборки. Лето, осень, там, зимние ароматы. И я вчера выставила здесь, у меня на столе огромное количество ароматов. Здесь парфюмы на 4 видеоролика. То есть здесь у нас с вами, ну, сразу, да, так как бы на будущее, какие ароматы будут. Осенняя подборка Faberlic, осенняя подборка Avon, Ariflame, Luxe. Ну, здесь, по-моему, у меня только Luxe стоит, ну, один вроде бы как нишевый аромат, но недорогой. И подборка осенних ароматов аналоги. Аналоговая парфюмерия, ну, в общем-то, вот так. И сегодня я собираюсь снять, попытаюсь снять все 4 видеоролика. Итак, давайте приступим. Первые ароматы, которые у меня здесь стоят, Faberlic. Но, знаете, так как я подумала про один еще, который бы можно было включить в подборку, но вчера я ее не включила, я достала этот аромат, и это Avon. Тогда давайте начнем с Avon. Я сегодня, кстати, красилась просто на уголочке, потому что у меня весь стол завален, и хочется уже все это отснять и убрать. Итак, тот аромат, который я не достала вчера, я вам сразу сейчас покажу, но я считаю, все-таки это суперкрутой аромат на осень. Осенний аромат в том числе. Это легендарный аромат от Avon. Это парфюм Today, да. Today Tomorrow Always линейка. Итак, я этот аромат, скорее всего, этой осенью не буду использовать, но вообще это прекрасный в том числе и осенний аромат. Этот аромат есть у моей мамы, он ее любимчик, она очень много лет им пользуется. Ну и как бы у меня ассоциация просто с ней, поэтому, ну как-то не сильно у меня к нему рука тянется. Но он у меня есть, как вы понимаете, он у меня в 50 миллилитрах. Он у меня стоит в коробочке, я им пользовалась несколько раз, да, действительно. Это максимально цветочный аромат, очень плотный здесь. Белые цветы, то есть, ну вот прям букет, да, цветочный букет. Красивый и желтые цветы, и белые цветы. Ну вот я так это все воспринимаю. Знаете, где-то у меня здесь были бутеры. Может быть, мы их возьмем в использование, да. Хотя, если я собираюсь 4 видеоролика снимать, если я здесь всеми ароматами надушусь. О! Желтые цветы как будто немного горчат. Вот, белые, белые цветы создают мягкость и даже какую-то сливочность. Это очень яркий аромат. Я помню, летом в шлейфе я от мамы его услышала, я шла сзади, как каким-то даже зеленым и свежим парфюмом. То есть, он вообще многогранен. Главная дозировка. Вот, что по этому поводу я хочу сказать. В этом аромате главная дозировка. Почему, наверное, я еще не хочу пользоваться лично сама, и как-то, ну, не очень мне, да. Потому что, когда ты приходишь в какие-то такие заведения, как больница, и там все бабуськи, или там очень-очень-очень взрослые женщины пользуются этим ароматом, они обливаются им настолько, что просто невозможно вдохнуть. Но, если нанести умеренно, это невероятно красивый цветочный аромат. Если бы он не был таким популярным, я бы с удовольствием ему пользовалась. То есть, я хочу отметить красоту самой парфюмерной композиции, да, отнесем это просто к плотно цветочному аромату. Никак нельзя пройти мимо его шлейфа. В общем, потрясающий аромат. И на осень, не на супер прохладную, а вот сейчас, на начало осени, он идеально подойдет. Возможно, нанесу. Ну, как-то в большей степени дома, скорее всего, не куда-то на выход. В общем, это первый ароматик. И все было бы ничего, если бы мне было куда их потом складывать. Второй аромат у меня тоже стоит в коробочке, потому что это новиночка. Это моя новиночка. Rare Pearls. Вообще, это аромат, который был очень давно выпущен. Он был в другом флаконе. Потом его перевыпустили. И вот я его урвала. Не по каталогу. Купила я, по-моему, на Валберис. За совершенно потрясающие цены. Цену. Я его взяла, знаете, почему? Потому что я его один раз протестировала и как-то отставила. Я помню, что он мне понравился. Здесь тоже огромное количество белых цветов, но здесь белые цветы более сухие все-таки. Сейчас даже, знаете, нота пошла такая фужерная какая-то даже. То есть, и свежесть есть в этом аромате, в этом, опять же, вихре белых цветов есть свежесть, фужерность, то есть, а-ля, чистота какая-то. В общем, вот такой он красивенький. В принципе, я его сама хочу выгулять. То есть, я его купила летом. Не носила, потому что слишком, слишком плотный. Опять же, для меня это цветочный аромат. И поэтому я его для себя уже беру в подборку, как осенние ароматы. Это второй аромат. Следующий аромат – это моя любовь. Знаете, вчера я его вдохнула, перед тем, как поставить сюда на стол. Я подумала, не ретро ли он уже. И я подумала, может быть, что-то и есть в этом. Но мне все равно. Мне он нравится. И я по нему соскучилась. И больше вам скажу. Он у меня есть в уже такой лимитированной, перевыпущенной версии. Да, ну, уже красное платье давно не продается. Его нет в каталогах. Это Little Red Dress. Сейчас он, по-моему, называется, если он до сих пор еще есть в каталогах, Пати. И вот этот аромат, он с розой. Но... И роза здесь яркая. Но это так красиво сделано. Здесь, насколько мне не изменяет память, есть малина. И это действительно что-то такое плотное, ягодное, розное. Чуть-чуть, опять же, такое, ну, не сливочное, а вот что-то такое мягкое в нем есть. Красивенный. Я помню шлейф вот этого аромата. Просто восхитительный. Очень давно им не пользовалась. Но мне кажется, на осень это просто вау. Итак, следующий аромат, ну, это все у нас сегодня про Эйва. Я выбрала аромат Far Away Rebel and Diva из-за нотки попкорна. Да, я помню, когда-то мы с мужем выезжали по каким-то делам, и я была в этом аромате. И было ветрено, и было чуть прохладно. И когда аромат уже расходится в базе, на улице, на ветру, он выдает вот эту слегка нотку попкорна. И это даже супруг отметил, и поэтому, в общем-то, я его взяла. То есть это довольно такой, ну, уже плотный аромат, сладкий. Для кого-то, может быть, чересчур даже на осень, а зима все-таки. Но для меня, я так соскучилась по этой нотке попкорна, поэтому для меня это все-таки будет осенним ароматом. Ну, в общем, с удовольствием бы им воспользовалась. Следующий аромат – это туалетная вода. Я крайне редко покупаю у Avon туалетные воды. Сейчас так вообще крайне редко стало что-либо покупать. И вот стараюсь покупать эту линейку Today Tomorrow Always, линеечку Rea как раз-таки, да, вот Rea Pearls. То есть когда я знаю, что будет плотность в аромате и, ну, достойное какое-то красивое звучание, да. То есть мы знаем каждую линейку у Avon и плюс-минус, ну, нравится она нам или не нравится. Ну, вот туалетные водички я особенно не беру. Но я взяла в какой-то момент, года два, наверное, назад, это Avon Collections Chuck Berry. То есть это шоколад и, по-моему, вишня. Здесь вишня прям, понимаете, ощущение вишневости и присуще, ну, и как будто бы клубничку туда еще добавили. Потому что вот этот шоколад, он очень явно ощутим, и он настолько заслащивает эту вишню, что практически нет кислинки. И это между вишней и клубникой, ну, для меня, по моему восприятию. И удивительно то, что этот аромат стоил, ну, там, 500 рублей, там, 400 по каталогу, да. Но за эту сумму прекрасный шлейф и хорошая стойкость. Это удивительно. В общем, я беру этот аромат, ну, как такое, знаете, просто на ежедневное использование. Не то, чтобы прям на выход. Ну, вот просто, просто беру. Любимый аромат с Амброй. Он у меня один. То есть у меня есть ароматы с Амброй. Есть ароматы, которые мне, ну, нравятся, с которыми я дружу, в которых мне комфортно. Но хочу отметить один единственный амбровый аромат. Любимый. То есть это вот просто изумительный для меня амбровый аромат. Он, по-моему, уже тоже снят. Амбровый аромат у Эйвен. Это Мисс Мирайс Мистик Амбр. Мистическая Амбра. Ну, наверное, потому что здесь есть вместе с Амброй Жасмин. И, наверное, потому что здесь есть персик. Знаете, когда я его купила, я так расстраивалась, потому что не было персика. Я не слышала этот персик чудный. Но потом аромат настоялся. И я слышу иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но все-таки я слышу этот персик. И он сглаживает аромат. Он его делает каким-то немножечко бархатным. Но и вот эта Амбра красивенная, потрясающая Амбра. Здесь даже Жасмин я практически не слышу. Куда я наносила, куда не наносила. Здесь практически Жасмин, да, не слышен. Здесь вот все-таки доминирует в большей степени Амбра, украшенная персиком. Это очень-очень уютно. Это не супер сладко. Это действительно осенний аромат. Красота. Следующий аромат из линейки как раз-таки Today, Tomorrow, Always. Это розовый Always. Перевыпущенный бывший зелененький. Конечно, он пахнет вообще по-другому. Это абсолютно другой аромат. Он у меня уже настоялся. Он у меня уже такого, видите, темного цвета. Здесь, по-моему, две розочки. Там какая-то болгарская, еще какая-то роза. Ну, в общем, этот аромат, когда я купила, на меня произвел вау-эффект. Я когда его распылила просто на блотер, я вдохнула, и я подумала, какая красота. Но, ну, то есть он мне до сих пор нравится, все классно. По прошествию времени я поняла, чем он пахнет. Он немножечко мне напоминает запах губной помады. Но не ретро-помада, не старая помада. Вот что-то есть там такое помадное, но это какая-то вкусная помада. В общем, да, такой вот он плотненький аромат. Не супер какой-то душный, не очень сладкий. В общем, самое время на осень, на начало осени, чтобы именно ветер, да, вот как-то разгонял этот аромат и был прекрасный, красивый шлейф. Еще один аромат хочу показать. Упс. Это Lucky Me, Эйвен. Этот аромат я долго не могла понять. Он, знаете, по ощущениям он какой-то как будто с молекулярными что ли нотками. Потому что, когда ты его на себя наносишь, я сначала его слышу, потом не слышу. Он как будто бы, знаете, куда-то пропадает. Потом ты понимаешь, что через два часа вдруг какой-то шлейф накрывает тебя этого аромата. Но интересно то, что ты слышишь этот шлейф, но вдыхая вот в то место, куда ты нанес этот аромат, его абсолютно нет. В общем, я не могла понять. Он меня злил, раздражал. Я его отставляла, заново к нему подходила. Когда он немножечко настоялся, я стала комплименты получать по поводу этого аромата. То есть я его не слышу, а люди слышат. Я даже злилась именно поэтому, потому что я все-таки люблю ощущать аромат. Ну, как бы деньги заплатила я. Я люблю парфюмерию. Я хочу в течение дня наслаждаться тем или иным парфюмом. А получается, что я его на себя нанесла. Я его не слышу. Люди слышат. Ну, как бы я не для людей его покупала. Меня вот этот момент немножечко злил. Потом я поняла, что... В общем, он какой-то, знаете... Сейчас он вообще другой, нежели раньше. Ну, может быть, давно им не пользовалось. И как раз-таки возьму его в подборку. Воспользуюсь. Потом вам расскажу. Да, ну вот осенью возьму в какую-либо подборочку. Расскажу. Очень красивый такой флакон. Но сейчас он какой-то свежий. То есть, каких-то сладких нот я пока что в нем не вижу. Но он долго раскрывается. Вот в чем дело. То есть, то, что я сейчас себе нанесла на руку, наверное, это было зря сделано. Потому что он раскроется, ну, где-то только через полчаса, когда я завершу этот видеоролик уже. Вот. Интересный аромат. То есть, я его даже как-то полюбила. Я поняла, что Эйвен такое умудрился сделать. В общем, я его беру для того, чтобы шлейф. Ощущать шлейф. Когда он настоялся, я больше шлейф слышала. И, в общем-то, на улице, да, вот от ветра. Очень красивый шлейф. Ну, я вот хотела его нанести и рассказать вам, чем же он пахнет. Но пока что это, ну, это что-то такое свежее, странное. Вообще не похоже на тот аромат, который я носила. Ну, в общем, я его беру в подборку, потом как-нибудь еще к нему вернусь. Любимейший аромат, который я хочу как-нибудь в 100 миллилитрах себе приобрести. Это Эйвен Аттрекшн. Аттрекшн. Мне этот аромат очень нравится. Я его считаю слегка сладким. Очень-очень умеренно сладким. Я его считаю немножечко ягодным. Ежевика здесь есть. И я его считаю табачным. И вот это все вместе ванильный слегка в базе. И понимаете, вот этот табак, наверное, дает какой-то элегантности. Легкая дымность, что ли, в нем есть. И он мягкий, и он обволакивающий. Он не приторно-сладкий. И ягодность темная, такая ягодность, она тоже здесь хорошо слышна. В общем, классный парфюм. Честно говоря, когда я его купила, я даже вечером-летом его на себя наносила. Вот. Стойкость у него тоже неплохая. В общем, прям такой вот любимчик мой. Люблю его, да. И последний аромат от компании Avon – это Her Story Love Inspires. Her Story у меня есть. Такой он более почульный. Ну, наверное, он чуть дальше туда, на осень, но уже такую прям прохладную может подойти. Этот аромат тоже не сразу был мною понят, как и вот этот. К этому аромату я много раз подходила. Он мне нравился, но я не могла понять, чем он пахнет. То есть, я не смотрела на пирамиду. Я вот прям мучилась около месяца. Я его наносила, отставляла, наносила, отставляла. То есть, здесь тоже есть почули, естественно, как и в классической версии, как и во флагмане. Тоже есть почули. Но здесь есть вкусные фруктово-освежающие ноты. Но какие фрукты, я не могу понять. Они кисленькие, кислотерпкие чуть-чуть, и мягкие, и всё это как-то свежо, и вроде бы это плотно, это почульно. Он какой-то разный. Он вот прям, знаете, вот то белая сторона, то чёрная поднимается, то белая, то чёрная. И я вот тоже очень много психовала по этому поводу, потому что, по-моему, да, я потом в итоге смотрела пирамиду, и я вообще не поняла. Ну, то есть, это не то, что я ощущаю. И вот, наверное, эту фруктовость я не поняла, откуда она такая. И вот сейчас она тоже есть, и она очень красивая. Я не скажу, что это, знаете, такая фруктовость а-ля жевательная резинка, да, но вот что-то такое есть, и вкусненькое, и мягенькое, и сладенькое, и плотненькое, и такое какое-то вяжущее. И вот, и при этом аромат средней такой плотности, то есть не совсем такой летучий, лёгкий, но и не тяжёлый. И вот прям интересный аромат. Вот для меня он очень-очень интересный аромат. Я его беру в использование, ну, когда-нибудь, в какую-то подборку, в осеннюю обязательно возьму. Ну, в общем, да, сегодня мы говорим про любимые, наверное, осенние ароматы, по тем ароматам, по которым я соскучилась. Естественно, это не все ароматы, которые у меня есть. Ну, вчера я действительно выбирала, там, минут 10 смотрела на эту полку, к чему рука давно не тянулась, по каким ароматам я соскучилась. В общем, ну, вот сейчас я выбрала именно эти ароматы. Всё, мои дорогие, огромное всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вы подписаны на мой канал. Если не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Ставьте пальчик вверх, внизу под видеороликом там. А вы увидите, обязательно нажимайте, пишите комментарий, подписывайтесь на телеграм-канал. Всё внизу, в описании, в инфобоксе, телеграм-канал, бусти, если вы хотите меня поддержать или вы хотите увидеть ещё какие-либо видеоролики, которые не выходят на ютубе. Телеграм, бусти, Яндекс.Дзен. В общем, подписывайтесь везде. Мне будет очень приятно. Пишите обязательно комментарии. А мы с вами увидимся в следующем видео, тоже парфюмерном. Всё, пока-пока.